Скутер – это двухколесное транспортное средство, отличающееся вертикальной посадкой водителя и являющейся одной из разновидностей мотоциклов. Скутеры также называют мотороллерами, так как они удачно сочетают в себе функции двух видов транспорта. Их колеса имеют уменьшенный диаметр по сравнению с колесами мотоцикла, а все механизмы надежно закрыты панельными блоками. И под ногами водителя есть специальная платформа для ног, как у самоката. Популярность скутеров в последнее время стремительно возрастает и среди городских жителей, и у жителей поселков и деревень в связи с отличной маневренностью и проходимостью. Как выбрать хороший и надежный скутер? Выбор скутера – ответственная задача, так как, несмотря на то, что некоторые модели не требуют наличия водительских прав, все-таки это транспортное средство, и вы на нем будете являться полноценным участником дорожного движения. Если вы решили приобрести себе или своим близким мотороллер, важно, чтобы он был не только функциональным, но и надежным, так как от этого зависит ваше здоровье. Тип двигателя. Большинство современных производителей оборудуют свои скутеры четырехтактным двигателем, который имеет важные преимущества. Он расходует меньше топлива и масла, работает практически бесшумно и обеспечивает хорошую тягу даже на минимальных скоростях. Двухтактные двигатели потребляют масло постоянно, поэтому они менее экономичны, но их преимуществом является более высокая удельная мощность. Более практичным выбором специалисты все-таки считают покупку модели с четырехтактным движком. Мощность движка – мотору. Мощность двигателя также является одним из важнейших параметров при выборе скутера, если вы планируете использовать его ежедневно в качестве основного транспорта. Минимальная мощность в этом случае должна составлять 8 лошадиных сил, потому что при показателях меньше этой цифры вы сможете комфортно пользоваться транспортом только для редких вылазок на рыбалку или поездок на дачу. Расход топлива. Расход топлива напрямую связан с типом и мощностью мотору. У большинства современных мотороллеров на четырехтактных движках расход топлива составляет не более 3 литра на каждые 100 километров. А если вы выберете модель с мощностью менее 7 лошадиных сил, можно даже подобрать модель, расходующую не более 2 литров бензина. Передняя вилка. Передняя вилка является частью передней подвески и влияет на качество амортизации. Если вы живете в городе с ровными дорогами, вам подойдет скутер с телескопической вилкой. Но для эксплуатации транспорта в сельской местности, дороги с гравием, ямами и выбоинами, лучше выбирать маятниковый механизм с моноамортизатором. Возраст водителя. Это не менее важный параметр выбора, чем тип и мощность мотору. Пожилому человеку. Главная целью данной категории покупателей – поездки на дачу или за город. Следует выбирать маломощные модели. В противном случае велика вероятность, что водитель может не справиться с управлением. Подросткам подойдут мотороллеры класса А с рабочим объемом двигателя менее 50 см3, так как для данной разновидности скутеров не требуется водительское удостоверение. Женщинам стоит обратить внимание на вес самого скутера, чтобы при необходимости они могли самостоятельно завести его в гараж или поставить на подставку. Весовая нагрузка. Для комфортного передвижения одного человека подойдут модели с максимальной нагрузкой 100 кг. Если вы планируете перемещаться вдвоем, выбирать следует мотороллер с нагрузкой 150 кг и выше. Отлично, если сидение будет разделено на пассажирскую и водительскую зону. Такое седло максимально удобно и для водителя, и для человека, который находится сзади. Максимальная скорость. Здесь все зависит от ваших предпочтений и потребностей. Если вы хотите использовать скутер вместо автомобиля, выбирайте модели со скоростью 100 км в час и выше. Это необходимо, чтобы вы не выбивались из общего потока машин на трассе. Мини-скоростные модели подойдут, если путь от дома до работы не самый длинный, или мотороллер приобретается в качестве дополнительного транспортного средства.